Чемпионы, приветствую всех! С вами ваш преданный канал новости UFC и короткий и быстрый прогноз на бой Ислам Махачев Тиаго Мойзес. Не секрет, что для многих фанатов после ухода их с чемпиона Хабиба Нурмагомедова бой Махачева один из ожидаемых поединков, поскольку некоторые фанаты в лице Махачева видят преемника своего кумира Хабиба Нурмагомедова. И на данный момент, как мог бы выглядеть идеальный подарок? Спросите у дагестанского легковеса Ислама Махачева. Не без доли везения, но так уж получилось, что его десятый бой в рамках UFC, самого крутого промоушена в мире ММА, станет первым для бойца в качестве главного события вечера. А впереди самое важное, одержит ли Ислам победу в этом противостоянии? Давайте разберемся. Я не буду засорять ваши мозги ненужной информацией, кто кого, как и где побеждал, какие школы у бойцов были в детстве и юности. И просто и коротко мы пройдемся по данным бойцов, что в принципе кроме антропометрии и навыков тоже считаю не особо значимо. Итак, Ислам Махачев, 29 лет, рост 1,78 м, размах рук 1,79 м, всего боев 20, в 19 одержал победу и 1 проиграл. Тиаго Мойзес, возраст 26 лет, рост 175 см, размах рук 179, всего боев 19, в 15 одержал победы и 4 поражения. И что у нас в арсенале? Махачев очень хорош в вольной борьбе, а его навыки в стойке значительно лучше того, чем обладал Хабиб, начиная свою карьеру в UFC. Но вопрос держалки остается открытым, поскольку Ислам проиграл свой второй бой в промоушене нокаутом. С тех пор дагестанец действует более расчетливо. Если сравнивать с боями Нурмагомедова, то стиль Махачева все же менее агрессивный в плане прессинга и более расчетлив и взвешен. Победа в мейн-ивенте должна значительно улучшить позицию Ислама, и речь прежде всего об узнаваемости и рыночной стоимости, ведь выше Ислама в рейтинге куча звездных бойцов. А что же представляет собой соперник Ислама? Экс-чемпион RFA, левша Тиаго Мойзес. Мойзес обладает неплохой ударной техникой, есть опасные хайкики, умеет сконтрить правым хуком, оверхендом и выделяется весьма серьезным арсеналом ударов. Является думающим бойцом, с неплохим бойцовским IQ, но с отсутствием мощи в кулаках. И отмечу именно мощи, что порой не хватало Мойзесу очередным своим попаданием закончить бой. Но что по поводу портера? А в портере Мойзес может сконтрить традиционные переводы от Махачева с помощью навыков бразильского джиу-джитсу. Он является андердогом противостояния, но не без шансов на апсет, поскольку все фанаты и сами бойцы знают, что шанс есть всегда и в бою может случиться все что угодно. Бразилец занимает 14-ю строчку в топ-15 дивизиона, идет на серии из трех ряду побед, а самая знаковая с обмишенным над никогда опасным Майклом Джонсоном, за что Мойзес выиграл приз выступления вечера. И что ждать нам от этого противостояния? У нас два бойца, умеющих работать в стойке, также и прекрасно знающих, что такое портер. И работа на настиле. Несмотря на то, что Мойзес хорош в стойке, работает по разным направлениям, выкидывает удары с разных углов, нехватка нокаутирующей мощи может стать для него проблемой. Хотя, как ранее отмечалось, держалка Махачева еще не проверена, поскольку ислам действует очень расчетливо и актуально. Но сможет ли он выдержать четкое попадание Мойзеса, предстоит узнать в поединке. Что касаемо портера, то тут, по мне, несмотря на то, что Мойзес Джитсер может контрить, я в принципе не вижу никакого преимущества против борьбы Махачева. Не то, что она у Махачева на каком-то запредельном уровне, она просто более мощная, более грамотная, более расчетливая. Ну и, конечно же, подразумевающее под собой плодотворное давление на соперника. Тем более, все знают, под чьим крылом на данный момент находится ислам. Да, все правильно. На данный момент главным наставником ислама является непобежденный Хабиб Нурмагомедов. Он-то уж точно знает толк правильной работы в партере. И тут, откровенно говоря, я не вижу шансов для Мойзеса. Опасение вызывает лишь одно – не перегореть исламу. Прогноз на бой ислама Хачев Мойзес таков. Для ислама предстоящий бой опасен прежде всего психологически. Важно не перегореть, не стараться поразить фанатов и важно придерживаться исключительного плана на бой. Поэтапно изматывать оппонента, не гнаться за нокаутом. А ведь Махачев, вне сомнений, может захотеть победить ярко и досрочно, тем более, что Мойзес ранее досрочно не проигрывал. Но лично я все же считаю, что ислам не будет искать открытого размена и будет находить возможность благоприятного исхода традиционно в партере. Итог. Наш прогноз с большой вероятностью досрочная победа ислама Махачева приемом. Сильно надеяться на ударную технику Мойзеса, думаю, не стоит, поскольку в прошедшем поединке более мощный ударник Дрю Добр не смог донести до ислама свой нокаутирующий удар. И также я не думаю, что джиу-джитсу Мойзеса станет проблемой, поскольку ранее ислам также встречался с многообещающим Дэйви Рамосом, который, как по мне, физически явно был помощнее Мойзеса. Вот такой вот получился наш прогноз. Ну а вы, друзья, оставляйте свои прогнозы на данный поединок. Ну а после сверим, кто был прав. И на этом выпуск подошел к концу. С вами был канал Новости UFC. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и до встречи в следующем выпуске. Всего хорошего, мира и добра. Пока-пока.